Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулев. Заказы на товары длительного пользования в США не затянули до прогноза в декабре, показали данные, вышедшие в четверг. Ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 0,7% до 1%, что несколько компенсировало пессимизм, однако отдельные компоненты индекса в декабре разочаровали в динамике коренной тенденции. Большая часть роста широкого индекса, который увеличился в декабре, 1,2%, хотя прогноз был 1,7%. Большая часть роста пришла на заказы, связанные с транспортировкой. Действительно, новые заказы на самолеты гражданского назначения и запчасти к ним подкачали на 28,4%, что сделал основной вклад в рост декабрьского показателя. Исключая волатильный компонент авиации, базовый тренд в заказах оказался недовольтворительным. Новые заказы, не включая авиацию, выросли на 0,1% в декабре после снижения 0,2% в ноябре. Если рассматривать данные без компонентов, заказов в оборонной индустрии, то он вырос на 0,8% в декабре, в ноябре этот показатель не изменился. Если исключить эти два компонента, то есть показатель оборонных заказов и гражданскую авиацию, то можно получить такую приблизительную оценку спроса на капитальные вложения среди американских фирм, и эта оценка оказывается неутешительной. Если посмотреть заказы фирм на товары капитальных вложений, то видно, что три месяца подряд, то есть октябрь, ноябрь и декабрь, этот показатель снижался, и в декабре он составил целых 0,7%, а в ноябре он упал на 1%. Теперь понятно, откуда берутся средства у компании для проведения обратного выкупа акций, и что, естественно, сейчас удерживает американский фондовый рынок от сильного падения. Стоит заметить, что спад в инвестициях в основные фонды продолжается три месяца подряд, может также продолжится в январе. Это стала худшей динамикой с конца 2015 года, когда Китай чуть не утащил весь мир в рецессию. Есть версия, что тогда доллар специально ослабили, чтобы подогреть аппетит к риску, что в конспирологических кругах известно как Шанхайское соглашение. Кроме слабых данных по капитальным уважениям, ФРС получил дополнительную порцию негативных данных с фронта экономических условий для ведения бизнеса, индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии упало с 17 пунктов до минус 4,1 пункта в декабре, что стало первым отрицательным и самым низким значением с мая 2016 года. Видно, что предыдущие показатели были положительные, достаточно высокие. Что интересно, спад прослеживался как в новых заказах, так и в объеме отгрузок готовых товаров. Индекс новых заказов снизился с 24 до минус 2,4 пункта, а поставки товаров впали с 17 пунктов до минус 5,3 пункта. Легопытно, что месячное снижение новых заказов стало максимальным с кризиса 2008 года. Инфляционное давление в ценах на издержки ресурсов для фирм продолжило снижаться. Соответствующий индекс упал на 11 пунктов. И уже только 28 опрошенных менеджеров, то есть респондентов, сообщило о повышении цен на ресурсы по сравнению с 40% в прошлом месяце. Тем не менее, 33% опрошенных компаний сообщили, что они смогли подняться на готовый продукт, что, конечно, хорошие новости для нормы прибыли в американских компаниях. Индекс занятости, отдельный компонент данного отчета, показал, что фирмы продолжают увеличивать найм, и соответствующий индекс вырос. Сильный рынок труда и ухудшение экономических условий составляет противоречивую картину в экономике, некоторую загадку для экономистов. Однако, если считать, что увеличение рабочих мест – это впередсмотрящее решение, и индекс экономических ожиданий менеджеров был положительный, то найм и индекс ожиданий согласуются вроде бы. Очевидно, что… Ну, как бы важно, естественно, рассматривать сроки перспективы. Если рассматривать как срочные перспективы, то очевидно, что в экономике происходит некоторая ребалансировка между капитально-интенсивными и трудоинтенсивными способами, которые имеют дальние, разные перспективы, разные перспективы для менеджеров в плане, как наращивать производство. И раз, как бы, темпы найма отчетливо превосходит капитальное уважение, то, действительно, такая динамика имеет место. Свообразный переход из такой дальнозоркости, то есть капитальных уважений, в близорукость, то есть увеличение найма, увеличение спроса на рабочие силы, может быть обусловлен сильным именно текущим спросом, стимулируемым налоговой реформой. Однако капитальные уважения, рассчитанные на долгосрочный рост, не выглядят привлекательными как раз из-за наличия вот этих искусственных факторов, поддерживающих экономику. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...